В Петропавловске продолжаются мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения поэта, писателя и журналиста Галыма Малдебаева. Так, в областном центре состоялось открытие мемориальной доски в честь именитого земляка. В торжественной церемонии принял участие советник президента Республики Казахстан Малик Оторбаев, заместитель Акима области Ганина Геметов, а также близкий и коллеги Галыма Малдебаева. Имя Галыма Малдебаева знакомо многим казахстанцам. Его произведения имеют особую ценность, ведь они пропитаны искренней любовью к своему народу. Так, в Петропавловске состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь нашего земляка. С теплотой вспоминает Галыма Рахметовича его старшая дочь Акбаян Малдебаева. Я очень рада, что память о Галыме Малдебаеве живет и поныне. Он был работящим, добрым и справедливым человеком. Как сегодня помню, в детстве часто помогало отцу оформлять его стихи перед отправкой в редакцию. Теперь же они стали классикой казахской литературы. Столь теплые воспоминания навсегда останутся в моем сердце. Почтить память поэта и журналиста Галыма Малдебаева пришли многие, в их числе и советник президента республики Казахстан Малик Оторбаев. Он отметил, что казахстанцы всегда с трепетом относятся к литературному наследию. Поздравляю всех со знаменателем даты. В первую очередь хочу передать слова приветствия от имени главы государства Касыма Жумарта Токаева. Мы казахстанцы всегда чтили и чтим память об именитых деятелях. Мы любим читать, изучать и без сомнения знаем цену слову. Галым Малдебаев подарил нашему народу великие произведения. Нельзя забывать об этом. Также с поздравительным словом к присутствующим от имени главы региона обратился его заместитель Гани Нагометов. Галым Малдебаев. Литература Галыма Малдебаева занимает почетное место в истории. Он трудился наравне с Экеном Сейфулиным, Макжаном Жумабаевым, Бимбетом Майлиным, Сабитом Мукановым. Его творчество является частью школьной программы. Наши дети черпают знания, изучая произведения прошлых лет. Ведь они актуальны и поныне. Позже гости посетили областную библиотеку, где рассказана биография нашего земляка. Свою жизнь Галым Малдебаев связал с журналистикой. Особую популярность он обрел в годы деятельности собственным корреспондентом областной газеты «Социалистический Казахстан». К слову, именно в 30-е годы вышел ряд его авторских произведений. Сегодня они являются жемчужиной казахской литературы. В честь 120-летия со дня рождения Галыма Рахметовича Малдебаева вышел повторно напечатанный выпуск поэмы «Дочь Крыма». Данное произведение является крупнейшим достижением казахской литературы и принесло широкую известность нашему земляку. В своих работах Галым Малдебаев поднимал различные темы, не страшась последствий, говорил правду о социально-политических реформах, о коллективизации, затрагивая проблемы простого народа. Его произведение – это наследие всего Казахстана, которое важно сохранить. Тамерлан Леубаев, Урал Амренов, Служба новостей.